Президент краины Александр Лукашенко сёня звернулся са штогадовым посланем до беларускага народа и национального сходу на протягу амаль полутора годин об самым актуальным у сучасным житти Беларуси и задачах на наступную пятягодку. На Гомельшине за выступлением керавника державы у промым телеэфиры сачили працевники шматликих предприемствов и организаций. У зале Палаца Республики выступления президента слухали депутаты, сенаторы, члены урада, дипломаты и керавники усих областей. Своё послание Александра Лукашенко пошиная за анализу ситуации у света. Каб взразуметь, что отбывается с нами, необходимо разуметь, что отбывается вокруг нас, отзначая керавник державы. Мир глобализируется. Степень взаимозависимости между государствами неуклонно растёт. Общемировые вызовы и угрозы затрагивают абсолютно все государства мира без исключения. В том числе и нас. Даже если природа, их возникновение и причины зародились за тысячи километров от наших белорусских границ. Мы находимся в самом центре Европы. Беларусь полноценный участник всех основных международных процессов. Прочными торгово-экономическими нитями связано со всеми регионами мира. Именно поэтому сегодняшнюю ситуацию мы должны рассматривать в контексте международных отношений. Для нас очевидно, что мир становится все более нестабилен и непредсказуем. Насколько никто сегодня предсказать не сможет. В открытом акционерном товарыстве «Гомсельмаш» послание президента слухали у актовой зале администрационного будинка, где зранецы усталявали великий телевизор. Сегодня это предприемство – один из основных вытворцев белорусской сельскохозяйственной техники. А тому перспективы дальнейшего развития краины в целом и ее экономики в приватности, а бы яковым, не покидают никого. Александр Лукашенко каже о проблемах, які возникли у свете в связи с пандемией коронавируса. И подкресливая, Беларусь справилась, причем у червяне по некоторых позициях навыд отзнашается повеличение показчиков. Теперь главная задача у Рада – рост добробыту и доходу грамадян, які залежат перш за все от работы экономики. Будем больше выраблять и продавать на экспорт запотрабованную продукцию, вырасти и добробыт, перекананы Александр Лукашенко. Под гэты мэты распрасованы и наши планы, и программы, и разлики. Для працавников Гомсельмаша гэта саправды актуальна. Еще недавно на предприемстве были достатково значные проблемы, але после повеличения экспортных поставок ситуация резко изменилась. Несмотря на общемировой экономический спад и снижение деловой активности, связанное, в первую очередь, с негативными последствиями от пандемии COVID-19, Гомсельмаш нарастил в этом году за первым полугодие свои экспортные поставки более чем на 5% по сравнению с предыдущим периодом. По-прежнему экспортными рынками остаются Россия, Украина, Казахстан, страны ближнего и дальнего зарубежья. Впервые поставки осуществлены в Зимбабве в этом году, в Армению. Значная увага у послания развитию сельских территорий. Неперспективных вёсок быть не повинна, переконаны Александра Лукашенко. Задача державы створить у глубинцы сушасную инфраструктуру, а агрогородки привести до узорных аппаратку. Эта задача не только для государства. Мы должны дать возможность каждому белорусу построить домик в деревне и закрепиться на земле, если он этого желает. Я искренне верю, что удалённые уголки начнут возрождаться, и эта инициатива найдёт широкий отклик у наших граждан. И не только у тех, кто когда-то жил на селе, но и у горожан, не знавших деревенской жизни. Перспектива развития сельской господарки и агрогородков, зелёная экономика, выборчая кампания, укоронение системы доброохотных пенсийных накоплений, повелешение у наступной пятигодцы середней зарплаты у два разы. За моль полторы година Александр Лукашенко закранная бадай усе темы, які сёня хвалюсь громадства. И самое головное, что кожный жадая пачуть от керовника Беларуси гаранты далейшей стабильности. Работаю я больше десяти лет на стройке. Без работы мы никогда не оставались. Объектов у нас всегда полно значимых. Зарплата у нас хорошая. Особная подяка у посланию президента медикам. Их самая отданная праца заслуговывает самых высоких отзнак и тёплых слов. Разом с тем, пандемия коронавируса дозволила реально оценить махчимости нашей медицины и вызначить шляхи повышения ее эффективности. Жизнь показала правильность создания системы межрайонных медицинских центров, так называемых опорных клиник. Мы их будем развивать. А также переоснащение служб скорой и неотложной помощи. Эта работа должна быть завершена максимально быстро. На это направим все средства, выделенные международными финансовыми организациями. Все доцента. В том числе продолжим оснащать региональные клиники компьютерными томографами. Мы убедились, насколько это необходимо. У нотариальных конторах послания президента слухали у всех, кто в этот час не принимал наведывальников. Юристы, які постоянно працуют с людьми, добро ведают ситуацию в громадстве. А тому из ворот керувника державы оценивают с кропки гледжения реального выращения хвалюющих проблем. Для себя отметила фразу, что чудес не бывает на свете. Для того, чтобы жить хорошо, нужно работать. И, наверное, это единственный девиз нашего общества. И я поддерживаю в этом как раз президента нашего. Будем работать, будет все хорошо. И то, что говорилось не только о социальном развитии, экономическом развитии, но очень много уделялось внимания народу, тоже здорово. У Гомельским палацово-парковым ансамбле за посланием президента сошили у белой гостиной. После закончения супросовники установы признаются. Было вельми тякаво ознайомиться с думками керувника державы. Прошим выделить некую одну, наибольшь актуальную тему складана. Актуальным было все. Послание президента – это своего рода программа действий, стратегия нашего государства на ближайшую пятилетку. Мне понравилось, как президент осветил тему отношений с нашими партнерами, странами, такими как Россия, Китай. То есть это многовекторная тема, там Западная Европа, США и так далее. Мне понравилось, как он говорил о молодежи, о том, что молодежь – это будущее любой страны. И с молодежью нужно работать, то есть нужно их воспитывать так, чтобы они любили свою родину. Мощь нашей страны, в том числе и экономическая, потому что это, прежде всего, связано с тем, как каждый из нас будет работать на своем рабочем месте, выполнять свои профессиональные обязанности. И вот все вместе мы, весь белорусский народ, я думаю, что мы в ответе за свою страну, а не только президент Республики Беларусь. Олег Шинцюров, Ольга Канавалова, Валерия Гапанько. Телерадиокомпания «Гомель». Валерия Гапанько. Продолжение следует...